всем привет ребят ну что сегодня у нас будет прокачка одного из стареньких героев уже к сожалению не востребованных это у нас будет призрачный всадник в принципе в это уже думаю и видели чем он хорош он дает иммунитет дружественным героем у меня вот на десятке 7 дружественных героя получает иммунитет к одному скажем так дебафу там то есть у них получается по сути появляется психа щит к одному негативному действию также имеет пятую оживу и наносит урон 600 процентов от атаки то есть зонально ближайшим врагам вот такой вот герой принципе раньше его использовали на пвп локациях потом с появлением скажем так новых героев он просто стал не актуален потом он возродился на архидемоне который бил с топором в свое время немножко его использовали потом опять же от него ушли и на сегодня честно говоря вам просто так он будет плиться в алтаре у каждого потому что по сути от него толку особо нет так что ему по талантикам хорошо тут можно ставить разнообразные таланты я решил прокачать ему с порочным пактом можно поставить и ожог можно поставить и каменку и бог войны и бастион в общем можете ставить что хотите по сути это особо героя не спасет сейчас мы сделаем эволюцию по чарам самый оптимальный вариант это доспех конечно же можно поставить что-то на урон так давайте сделаем аргументацию даже можно за карту потому что есть у него 12 скилл там улучшается его параметры так что вы наступну ставим на четвертого амплиер атака со сильного там архидемона ставим ролям созвездия пятерки принципе особо тут заморачиваться мы не будем можно на урон можно на уклонение собрать мы сделаем как обычно сборную солянку чтобы максимум выжить с героя силы так как он мне нужен судьбе там некрас вместе с ним одержимый не помню кто там еще есть ну в принципе вот ради этого я его и прокачиваю чтобы получить максимум мочей возможно придет время я его солью возможно нет будем где-то с ним трешевать посмотрим ну решил вам просто показать героя в действии для новичков чтобы они понимали стоит ли вливать в этого героя ресурсы или нет ну четверка это хорошо нам нужно пятерка так отлично с этим разобрались поехали подкачаем героя по максимуму у нас жабка вылезла интересно 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 раз посмотрим что там у нас за жаба 800 книг 180 к кулакова ребят это как у нас но практически большой пак 300 к кристаллов слизней 800 чем я могу вам сказать вот так вот радует нас этот сервер так давайте покажу вам в действии конечно если он выживет вот так вот срабатывают его скилл он уже вот наложил на себя но фрейм нас утащила потому что вы смотрите щиток так ставим как обычно минотавра и качаемся дальше а рунам ну естественно лучше всего ему ставить ремку по самое такое скажем оптимальный вариант в данном случае будет вот нравится мне зеленый смотритель честно скажу вообще просто смотрится очень круто особенно на битве гильдии это просто кайф ну и так же против такого же воевать очень сложно вот просто наложили на фрейм молчанку она не бьет мои герои вот опять же наложили добили фактически вот и все ладно че-то я отвлекся от основной темы вот поэтому призрачные всадния вам вроде и герои но он старенький герой и в плане прокачки ну не знаю я бы не советовал бы на него тратить ресурсы чисто ради судьбы если у вас там не хватает а чей то возможно это сделать подкачайте так особо нету смысла над этим заморачиваться вообще можно в принципе без него там подкачать на начальных левелах возможно да он там там любой герой будет вам полезным но есть более герои которые востребованы так где там наш призрачный всадник улучшаем поехали дальше его качать ой тут не надо делаем ему 185 и уже пойдем его по локациям потестим так 7 книг нам вернули спасибо как вы щедры скоро уже дойдем до прокачки судьбы этом расскажу вам где какие герои стоит качать по возможности конечно надо будет в идеале всех качать чтобы максимум получить очей но к сожалению без донатному игроку это я не знаю через сколько лет светит с такими нововведениями хотя у нас сейчас попроще с кулачками есть куча локации где можно это все получить поэтому в принципе проблем с ресурсами я думаю многих сейчас нет и как были раньше и введение этой локации вот видите против крита просто кайф если вот зеленый смотритель получается вот кидает молчанку на минотавры у нас вечно проблем со станом даже не столько проблем создают сколько зелененький так не хочет просит еще подкачать его ну окей и и и и и и сейчас как раз битва гильдии идет все с юнитами поэтому ребят приходится немножко это все дело затягивать как всегда как обычно 1 минотавра именно выбивают ну что он у такого сделал так вот видите зеленый наложил молчание и ты стоишь не знаю сколько 3 секунды и ждешь смерти героя так и 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 вот здание стоит так смотрим вот видите то есть он не вплотную подбегает вот сработал только что у нас щит его то есть от негативного эффекта нас не слили так поехали на реву потрошу тут сейчас у меня не особо топовое противники поэтому мы сейчас решением сейчас смотритель половину вынесет вот сработал его щит как видите вот его снимаю то есть по сути это тот же самый психо щит только он дается нескольким героям на протяжении 4 секунд он действует вот такая вот тем как так ну еще плюс дополнительно этот герой станет давайте это тоже сейчас рассмотрим конечно же ему надо ударить это свои нюансы в общем как видите сейчас вы просто сольют наживо конечно это плюс на таком герой когда-то было так на арене показал давайте вам покажу и покажу его еще в сбашки ну вот это 2мб было только что поехали посмотрим может тут что-то у нас получится кстати есть атлант посмотрим как он с пактом сорвется на атланте если конечно выживет али я и делают ему забор энергии ну вот и все но в принципе там двоих слил почти черепа слил как видите дамага хватает но опять же для этого надо еще ударить а его зачастую сливают до того вот тоже против меня такой же только первой эволюции как видите толку от него нет только когда он сработает а срабатывает он один процент знаю с тысячи наверно так отлично вот он наложил на себя щит сейчас кто-то включить свое мнение не не успел 5 живо опять же дал стан все его даже без эволюции герою били то есть это говорит о том что данный герой но не то что никакой уже уже старенькие актуальность его пропала но качать его все равно надо возможно когда-то приходится в принципе все пишите коменты подписывайтесь как обычно лайки репостики участвуйте в конкурсах всем удачи всем пока